Всем привет! Продолжаем изучать Феникс и сегодня предлагаю рассмотреть ченнелы, продолжить их изучение. Построим что-то наподобие чата, очень простой вариант. Чтобы построить этот чат, воспользуемся старым приложением, которое уже писали, а именно когда разбирали авторизацию. Это очень простая авторизация, без базы данных. Без базы данных. Так, как оно у меня выглядело, сейчас напомню, покажу, где у меня. Вот, Alcohol400, Logout, вот главная страничка была, где я мог логин и UGIN, Welcome Back, UGIN, и благодаря этому логину я мог зайти на, скажем так, секретную страничку, где у меня был некий промокод. Юзеры, юзеры у меня хранились в памяти, очень простой вариант сделал. И через плаги, а именно через модуль плагов устанавливалось имя, устанавливалось имя, вот, вытягивается из мапы, и устанавливается имя, connection. А через плаг в виде функции, через плаг в виде функции, делалось, делалось ограничение, ограничение доступа. Вот, напомню, на всякий случай. Так, секрет, как это выглядело? Вот, UGIN, Logout, окей. И, допустим, Дима, 1, 2, 3. Окей, и сейчас я могу зайти. Теперь, что я хочу сделать? Я хочу вот на этой страничке организовать подобие чата. Первое, что мне нужно сделать... Так, давайте я отключу сервер для начала. Первое, что я хочу сделать, это перенести подключение к WebSocket на конкретную страничку. На конкретную страничку, вот на эту секретную страничку. Для этого я и из Layout, и из Layout, у меня же все подключается через Layout, для простоты, для простоты, я просто вот это отсюда вырежу и вставлю, и вставлю в индекс, в самом низу. Давайте я здесь оставлю, но в закомментированном варианте. Так, то есть я перенес, перенес вот на эту страничку JS-код, просто ради удобства, и я именно на эту страничку буду добавлять ченнелы. Ченнелы мы уже разбирали, и в принципе, вы должны быть... У вас должно быть общее представление. Так, перенесли сюда. Перенесли сюда. Дальше поехали. Теперь мне нужно подключить сокеты. Для этого я снова... Вот тот файл, который я подключил сюда, да, app.js, в него я импорчу сокет.js, где у меня, собственно, вся будет писанина для сокета. Вот дефолтная писанина. Дефолтная писанина. Мы ее исправлять не будем. Пускай все как есть. Здесь я еще предварительно создал комнату, комнату room, то есть конкретный ченнел, конкретный ченнел, который предлагался, предлагался по дефолту нам. Так, вот у меня юзер сокет, то есть некий подъезд. Давайте я это сейчас делаю, раскомментирую. То есть я создаю ченнел вот по такому пути, и мне нужно создать соответствующий модерн. Соответствующий модерн. Коннект и ID. Теперь что я хочу сделать конкретно? Я хочу сделать что-то типа чата. Причем я хочу, чтобы имена, имена юзеров подцеплялись. То есть у меня юзер зайдет как авторизированный, потом зайдет он на вот эту секретную страничку, где будет чат. И мне нужно будет передавать каким-то образом данные о тот, кто подключился к данному сокету, то есть юзера мне нужно будет подключиться. Плюс когда сам юзер что-то печатает, его сообщение должно разбегаться по всем пользователям, кто находится в данной комнате. Окей, поехали. Для начала предлагаю заняться именно room-чанелом, room-чанелом, как мы обычно там делали. Нам нужно было описать две функции, join и какой-нибудь handle. Join, поскольку у меня здесь будет только одна комната, я не буду создавать копии данных комнат и связывать их с индексом. У меня будет один, типа лобби, какого-нибудь большого лобби. Никаких сообщений по дефолту у меня не принимаются. Так, где это я потерялся? Где мои сокеты? То есть можно тело передать, но тело мне не нужно данными. И как обычно мы принимаем сокет. Сокет это типа, он connection, только относится он к сокетам, когда мы работаем с ченнелами. И давайте вернем ответ, ok. Тело ответа. Тело ответа, допустим, ok. И напишу welcome to the room. Welcome to the room. И нужно также передать сокет. Ok. Это наш join конкретному ченнелу. Так, теперь нужно, 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 нужно также описать, давайте сразу опишем функцию, которая будет непосредственно обрабатывать запросы. Когда юзер будет посылать какое-то сообщение через JavaScript к нам, и мы должны будем их обработать. Обычно обрабатываться через handleIn, базовая handleIn, handleIn. Здесь первым параметром event, который приходит, или можно думать, что это заголовок, заголовок. Допустим, в месседжи. Затем сам контент приходит, сам контент. То есть, что я конкретно хочу передать. Контент. Так, я свяжу с конкретным контент. И в третьем, естественно, у нас сокет. Угу. Поскольку я хочу рассылать сразу всем юзерам, сразу всем юзерам, кто подключится к данной комнате, есть такой замечательный метод, есть такой замечательный метод, бродкаст. Бродкаст это распространить всем, распространить всем, кто в данной комнате. Так и пишем. Бродкаст, бродкаст, что по сокету. Теперь, какое сообщение я хочу отдать. Допустим, месседжению, месседжению, и я отдам тот коммент, который к нам пришел. Коммент. Коммент. И здесь нужно еще сделать новый реплай, потому что я реплай осуществляю с помощью бродкаста. Обычно мы еще handleIn используем, когда мы задействуем, вернее, хотим ответить только конкретному юзеру, тогда мы здесь используем другие варианты. Напомню, просто напомню. Так, где у меня callback? Вот, handleIn, то есть, реплай, реплай, реплай это конкретный терм, вернее, атом, да, который мы хотим отдать. А, нет, это еще может быть статус плюс респонс. Окей. Но, я здесь отвечать уже не хочу конкретному юзеру, я хочу отвечать всем, поэтому здесь я отвечаю на реплай сокет. Сделали. Наш channel, по сути дела, описан, по минимуму. Теперь нужно вернуться к нашей страничке основной, тем мы подключаем JS-код и, собственно, JS-код весь будет там в secret index. Secret index. Поехали. Для начала мне нужно также, также, также завести и давайте я input заведу, type text, это мне сегодня не нужно, по-простому я сделаю id, input, id input, это туда, куда юзер будет вводить текст. Теперь мне нужно создать кнопку, button, с помощью которой я буду отправлять этот текст. type name, давайте я назову push, и, ай, вот вместо name я буду использовать id, просто для простоты. Так, что дальше мне нужно? Мне нужно теперь еще некий div, куда я буду складывать ответы. Назову bucket, корзина, и также с одежником. такс, это мы дело описали. Теперь нужно, 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 ммм, теперь вернется нужно где у меня сокет, вот к сокету, и там, а вот у меня уже открыто. Такс, теперь нужно прописать код, который у меня взаимосвязан вот с этой страничкой, то есть мне нужно вытягивать input, button, bucket. У меня уже в принципе есть сообщение, ой, есть connect, то есть создается объект, channel конкретный, подключаемся к комнате, и вот у меня что произойдет при сидении, то есть я просто верну, у меня в консоли отпечатается окей, welcome to the room. Теперь нужно, нужно повесить события условно. Давайте повесим на кнопку, на кнопку события, events, что по клику будет срабатывать следующая какая-нибудь вещь, документ, а именно мы будем отправлять на сервер то, что у нас есть в input, значит get element element by id такс button button вешаем события от event listener listener по клику и функцию нужно function какую функцию я хочу значит так мне нужно вытянуть данные из input давайте constant то есть некий контент, который я буду непосредственно передавать document get element by id get element by id называется id у меня input и достаю value окей сделали теперь я использую наш ченнел чтобы запушить чтобы запушить чтобы запушить сообщение сообщение у меня пушится вот по этому адресу то есть я пишу вот этот месседжи то есть некий некий заколовок некий адрес event потом я передаю тело тело контент 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 и так что нужно еще здесь это мы отправили теперь я хочу еще вот этому делу присвоить густую строку пустую строку окей сделали да то есть я вынул из input текст который там есть и с помощью кнопки при нажатии на нее у меня срабатывает вот данный listener я отправляю сообщение на сервер на сервер вот event и тип контента в итоге у меня придет и затем благодаря продкасту я распространю всем мне здесь вот на пуше потом не нужно написать написать потому что я ничего ему не отправляю так дальше поехали теперь мне нужно описать поведение поведение которое которое у меня так channel он он то есть мне придет вот message new давайте message new и что я делаю я снова здесь заведу function то есть каким образом я реагирую здесь мне придет стандартный event который мне нужно обработать так ну давайте создадим я это делаю скопипастил как добавить элемент p как добавить элемент p может тот изящный написать ну я вот таким вот образом простой копипаст ой мне не get элемент нужно а я хочу создать create элемент хочу создать параграф с маленькой буквы так дальше let text node text node теперь я беру данный event данный event и у него есть поле поле command и теперь мне нужно взять нод вот наш элемент наш элемент и добавить в него open child данный text node и последний шаг мне нужно взять снова наш основной документ взять корзину то есть я хочу в наш div наш корзину наш bucket up and up and child up and child и передать собственно на сформированный нод вроде как все вроде как все самый минимум готов самый минимум готов в принципе мы это уже делали и здесь для вас ничего особенного нет единственное что только вот браткасс используем и не отдаем ответы конкретные все 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 а все остальное должно быть до боли знакомо в принципе так импорт так импорт чу использую вроде как ошибок особых у меня нет давайте проверим значит так смикс бат phx сервер так ошибочка команд doesn't exist doesn't exist doesn't exist doesn't exist doesn't exist я решил здесь таким образом создать так контент 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 ок хорошо поехали дима дима так я вошел так сейчас я еще открою одно окно открою окно так отлично логин южин 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 1 2 3 так зашел теперь мне нужно перейти в обоих случаях на секретную страничку на секретную страничку секрет так вот у меня надо было ну ладно это не так важно в принципе самое важное сейчас уже что по видному мы находимся на секретной страничке там и там у нас есть текст ну и давайте протестируем let's see is anyone here так си у меня не работает у меня не работает давайте проинспектируем что я забыл Угу, так, welcome to the room, welcome to the room. Ну и здесь open child я где-то здесь умудрил, значит, not in function. Так, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Get elements by. Так, давайте я еще раз загляну. Так, ступая ошибка. Open child. Угу. Отлично, зато вот сейчас все работает, значит, welcome to the room пришло, так, едем дальше, значит, допустим, is anyone here, я никуда сообщение не сохраняю, поэтому при каждой отрисовке, при каждой отрисовке у меня сообщение будет теряться. Вау, сразу в двух местах, yeah, yeah, I'm here, my name is Yujin. Отлично. То есть, как мы видим, у нас есть чат. Здорово, здорово, да, теперь добавим еще два шага. То, которое я хотел, это связать каждое сообщение, каждое сообщение, привязать к нему имя. Для этого нам нужно, нам нужно сделать следующий финт, следующий финт. Нам нужно вот в этот сокет, вот в этот сокет, по сути дела, передать, передать юзернейм, то есть юзера. Юзернейм, юзернейм, как это можно сделать? Для этого, для этого, смотрите, вот когда мы подключаемся, создаем сокет, здесь вот такое поле есть, токен Windows Token. И юзер токен используется. По сути дела, нам нужно его заполнить. Нужно его заполнить, каким образом вы его можете заполнить. И в этот токен мы, собственно, запишем непосредственно юзера. На юзернейм, точнее. Так, потерялся опять. Вот, мы запишем вот прямо вот сюда. Скрипт, пишем скрипт и пишем такой стандартный код. Код, значит, if, заглядываем в connection assigns, я записывал в connection, если что, юзера, do, то есть если у меня не пустой, не пустой, то я хочу, собственно, записать, я хочу записать в этот юзер токен вот этого юзера. Значит так, подождите, window user token равно, здесь такой немного необычный синтаксис, я должен фактически передать код эликсира, да, в кавычках двойных. В виде текста некоторого. Не знаю пока с чем это связано, но поверим, значит, пишем, воспользуемся библиотекой Phoenix, там есть токен и, скажем так, свежий sign. Сюда нам нужно передать endpoint в метод, ну, вот этот endpoint, значит, aoa web endpoint и, скажем так, некий-некий ключ, все что угодно может быть. И последнее, последнее, что нужно передать, это, собственно, вытянуть вот этот вот кон assign user. Хорошо, вытянули, да? То есть фактически я в токен, я в токен. Фактически я в токен, сейчас вытянул из коннекшена юзера, коннекшена юзера, юзернейм и записал его в сокет. То есть сперва я вот связался с этой переменной, а когда у меня непосредственно сокет создается, где у меня сокет? Сокет, 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 где ты, где ты? Вот, передается вот сюда, вот, в window user token. И затем нам остался последний шаг, последний шаг, это, собственно, вынуть данный токен, вынуть данный токен. И подтвердить, что я это я. Давайте я предлагаю сделать это именно в коннекшене, чтобы, да и, собственно, пользоваться данной комнатой могли только зарегистрированные пользователи. Для этого я прямо вот в основной нашей юзер-сокете, в коннекшене, мы используем кей-стейтмент, кей-стейтмент. И что здесь нужно? Мы возьмем наш феникс, возьмем наш токен и возьмем метод верифай. Берем сокет, берем сокет, берем сокет, там наш сам кей, и здесь токен. Теперь откуда придет токен? Токен придет в виде параметров, в виде параметров, можно их сразу расшифровать. Как это мы делаем в этом, когда работаем в контроллере? В принципе, он, по идее, сидит и в сокетах, но раз у нас параметры, более удобный механизм, давайте достанем оттуда. Вот, собственно, вот и мы достали. И теперь у нас два варианта. Грубо говоря, если все хорошо, если все хорошо, нам вернется окей и тот юзер. Юзер это у меня юзернейм. Вы могли, в принципе, зашифровать юзера, обычно шифруют по какому-нибудь юзер-иди или что-то в этом роде, по имейлу. Не знаю, правда, есть ли смысл передавать имейл. Но, ладно, здесь мы основную идею смотрим. И что я хочу сделать? Я хочу в итоге, в итоге, да, когда мне будет создаваться вот это соединение, в это соединение, да, если у меня вот здесь все хорошо, то я хочу в объект сокет, в объект сокет записать данного юзера. Для этого я использую метод assign, который возвращает сокет, но который также делает некие-некие модификации самого сокета. То есть он добавляет поле. Это как у connection. У connection, над connection мы можем функцию assign применить, но также там есть поле assign, которое с помощью assign мы записываем в connection какое-то поле. И здесь все то же самое. Окей. Другой вариант, если нас, допустим, взломали, какую-то сделали подмену токена, то мы вернем ошибку и вообще никакого connection не будет. Давайте вернем error. Просто error, а там error. Вот, мы на error тут отпечатаем unable to join. Окей. Это, собственно, вот мы записали теперь, мы, во-первых, передали токен первый раз. Затем, когда юзер к нам connection с помощью JavaScript, там создается, значит, у нас соединение. И помимо соединения мы передаем токен. Этот токен мы пытаемся вот здесь вот расшифровать. Если у нас все хорошо, мы окей и так далее. Сделали. Теперь мы можем воспользоваться тем фактом, что у нас в объекте socket, в объекте socket находится, находится юзер. А он там будет обязательно находиться. Почему? Потому что мы туда явно записали. А всех незарегистрированных мы не пустили к данному сокету. Окей. Такс. Что мне нужно там? Мне нужно сейчас вот из сокета, из сокета, из сокета, из сокета, вынуть данные. Вынуть данные. Значит, такс. Name. У меня там name, по сути дела, хранится. Поэтому я name. Socket. Вот там поле assigns. И в него мы запихнули юзера. Вот юзер мы в него запихнули. И давайте, давайте, давайте. Я вот сейчас немножечко подправлю ответ. Так. В виде строки. Интерполяция. Name. Две точечки. И... Ну, давайте снова интерполяция. И контент. Контент. И на сервис мы отдадим вот сюда вот коммент. Хорошо. Сделали. То есть, я просто уточнил сейчас имя. Связал конкретно с именем. Давайте смотреть. Так. Я делаю перезапуск. Перезапуск. Так. Опять у меня ошибка. Что-то я тут опять неправильно сделал. Что-то я тут опять неправильно сделал. Вроде как визуальница, но на самом деле я ничего не упустил. Токен undefined. Токен undefined. Ладно, может быть... У меня есть, конечно, мысль. Сейчас вот подправлю. Так. Где у меня индекс? Нет, все то же самое. Все так же плохо. Все так же плохо. Так. Нет. То есть, это не играло роли. User Token. А он point. Что мне здесь пишет? Socket WebSocket undefined. Error. Не может он подключиться. Да? Непонятно. Непонятно. Так. Поставлю на паузу. И разберусь. Так. Глупая ошибка была. Знак равно не поставил. И еще заодно проверил, что... Вот здесь вот assigns я перепутал. То есть, gsend перепутал. Окей. Ладно. Теперь вот... Посмотрим, как работает. Напоминаю, что у меня все сообщения хранятся в памяти. Каждый раз в перерелоуде у меня все сбрасывается. Я не сохраняю историю. Окей. Дальше. Значит, что я хочу сделать? Я хочу отправить сообщение. Hello. Hello. Дима отправил hello. Теперь... How are you? Юджин спросил, а как ты? Ну, собственно, вот наш чат. Мы связали имена, мы связали конкретных юзеров, конкретных юзеров, названия. Вот таким образом. Затем вы можете данное имя связывать с чем угодно, в зависимости от того, что вы хотите сохранять базу данных. Можно, например, сохранить всю историю, всю историю сообщений и связывая каждое сообщение с конкретным именем. Последнее, что я хотел бы еще показать, это так называемый, допустим, breaking news. Breaking news. Давайте реализуем breaking news. Для этого... То есть, что я хочу сделать? Вот, я хочу, скажем так, у меня есть админ, который может запостить какую-то срочную новость на channel. Как это можно было бы сделать? Давайте реализую get break. И по-простому я сделаю... Так, здесь нужен слэш. Допустим, текст. Так, page controller и назву break. Так, идем в наш контроллер. То есть, я просто через браузерную строку введу какой-то текст, и у меня этот текст в итоге разошлется всем-всем-всем, кто на данном ченнеле сидит. Так, где у нас page controller? Page controller. Давайте вот в самом верху. Так, def. Def, def, def. Break. Там у меня мапа. Для начала вообще connection, а потом мапа. Значит, так, текст. Text. Do. Так, я дам ответ в виде джейсона, чтобы просто по-простому, которым параметром у меня будет... Так, мапа, допустим, окей, ну и текст тоже. Окей, в смысле, хорошо, и какой текст отпечатал. И здесь, здесь есть замечательные методы, есть замечательные методы у endpoint. Point, point, point. Так. Вот. Вот. Понята. Вот. Broadcast. 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 Значит, topic, event, message. Topic это канал. Канал у нас room. Затем нужно передать event и сообщение. Event у нас был вот message.new, чтобы не создавать дополнительных обработчиков. Ведь под каждый тип сообщения вам придется создать JS код. Значит, в message.event и здесь, собственно, передаем наш command. Command, ну, допустим, text. Ну, или вот text. Ну, давайте я здесь самое дело напишу command и breaking news. Так, снял нас text. Так, так, так. Command, 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 command. Угу. Вроде как все неплохо. Вроде как все неплохо, да? Но, 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 но. Здесь еще нужно... Ага. То есть, можно ли вот так напрямую метод предказа, я пока не знаю. Ну, давайте попробуем напрямую. Так. Вот. 43, controller, uninspected token, двоеточие. Так. Предложите. Так. П температура в 8-100. Печка. 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 Подписuche. А вот. Да. Здесь-то глупость. Написал. Надаше. Удалить. Так-с. Сейчас. Так. Чего он не хочет? 43, а before, command, syntax, before А, мапу надо передать Надо мапу передать Что-то я забыл А, вот сейчас нельзя Короче, её нет, ну ладно, сейчас вот это легко поправить Значит так, aoa, aweb, endpoint И там есть метод broadcast Отлично, теперь всё работает Значит, вот допустим у нас есть два юзера Два юзера, которые общаются в этот момент между собой Hello Hi И Есть такой злой админ Ну не злой админ, просто админ, который break И здесь какое-то сообщение Какое сообщение отправлю Send Ладно, не важно какое сообщение How А Так, не по тому адресу Сейчас подправлю Четыре тысячи Так, опять ошибка у меня Break house, нет такого А как я там назвал? А Брэд Ну сейчас-то всё должно быть хорошо Вот, breaking news house Вуаля Вуаля То есть мы используем Вот эти сокеты Через endpoint У нас же всё в итоге проходит через endpoint Ну, собственно, вот такой вот и есть механизм Механизм То есть, что здесь важно подчеркнуть По Самим сокетам Самим ченнелом проходиться не буду Просто Подчеркну те вещи, которые До этого не рассматривал А именно Как Связать юзера 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 Который у нас сидит в куках, да Конкретному Ченнелу Для этого мы должны Передать Передать Особый токен 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 Вот Через такую форму То есть Юзер токен И затем Вот этот Юзер токен Будет у нас Использоваться При создании При создании Вот Когда юзер загрузит данную страницу То есть У него будет вот этот JS код Он будет использовать данный сокет Чтобы к нам Подключиться Мы Должны Верифицировать Верифицировать Что Токены Совпадают Для этого Мы идем в наш Так Где это у меня Юзер сокет И Методи Коннекшн Мы собственно Проверяем То есть По сокету По ки И токен Который пришел Мы верифицируем И возможные варианты С ошибкой И без ошибки Вот в этот юзер Конкретно у меня Конкретно у меня Я записывал Я записывал Записывал Имена Имена Которые у меня В базе данных В моей базе Данных И хранился То есть Я вот эти Записал Южин И Дима И затем Я их записываю В сокет И затем Я просто достаю Из данного объекта Сокет Юлера И использую Его для формирования Более Более Информативного Сообщения Более Информативного Сообщения Hello Welcome Вот Вот Окей Повторюсь Потом Вы можете Естественно данные Сообщения Сохранять Базу данных Сохранять Базу данных И Каждый человек Который Заходит На данный Канал Вы Могли бы Доставать Последние 10 сообщений И Используя Вот Метод Join Передать Первоначальное Состояние Окей Еще Хотел бы Немножечко Немножечко Значит так Вернуться Так Сказать одну вещь Одну вещь Сказать А это Смотрите 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 А юзером Согласно Какому-то Условию И Здесь мы можем Использовать Использовать Так Назваемые Перехвачки В принципе Объяснять не буду Просто Есть такой вот Механизм И вы здесь Используйте Handle-ауты Handle-ауты Ну В принципе Ничего особенного Здесь Нет То есть Это просто Дополнительная Фитрация Чтобы отдать Ну по какому-то условию Не всем Не всем Не всем юзерам Не всем юзерам Например Можно было бы Организовать Что-то типа Личного сообщения Что-то типа Личного сообщения Хорошо Дальше Поехали И Последнее Что Это так называемый Breaking News Например С какого-нибудь Внешнего источника Для этого мы Используем наш Endpoint Broadcast Имя канала Имя канала По сути Путь канала По большому счету То есть Вот Рум Затем Сообщение Которое мы Браткастим Месседж И Тело сообщения Все очень просто На этом Предлагаю закончить Код оставлю Можете покопаться Можете покопаться Можете покопаться Можете